всем привет добро пожаловать в новое видео вам было интересно посмотреть на мою коллекцию ароматов поэтому сегодня я здесь мне нужен был определенный настрой и я сегодня с ним проснулась я не буду описывать каждый флакончик с профессиональной точки зрения разбирать композиции это больше мое восприятие мои ассоциации и мои эмоции также я планирую сегодня сделать небольшую зачистку и избавиться от некоторых из них а почему я обязательно поделюсь первый аромат это dolce gabbana the one очень старая композиция у меня это парфюмированная вода он безупречно подходит на вечер на холодное время года на какое-то торжество он не просто обволакивающие сладкие он статусный элегантный он сдержанный это и фрукты и сладость и мускус но есть в нем определенная холодинка и вот этот аромат мне хочется назвать суперзвездой когда суперзвезда появляется на вечеринке ей не нужно ничего делать как-то привлекать на себя внимание это и так лакомый кусочек для всех все к ней тянутся все хотят как-то познакомиться пообщаться возможно сфотографироваться но всем чувствуют вот эту определенную дистанцию не знаешь с какой стороны к этой суперзвезде подойти и точно такая же ситуация с этим ароматом он не приторно сладкий он не супер нарядный он не супер запоминающийся даже он для тех наверное кто знает себе цену это как точка над и в каждом элегантном образе мне кажется что даже упаковка об этом говорит и несмотря на то что аромат не новый до сих пор не теряет своей актуальности у него до сих пор огромное количество почитателей его очень часто выбирают на подарок дальше у нас killian супер длинным названием и обязательно напишу полное в инфобоксе я рассказывала как этот аромат оказался моей коллекции я приобрела его год назад это было практически спонтанное решение мне в принципе по душе все что создает этот бренд если рассмотреть этот флакончик то явно заметно что он рассчитан на более молодую аудиторию которая требует вот этого новшества требуют привлечения внимания то есть грубо говоря чтобы глазу было за что зацепиться такой оригинальный флакончик мне больше нравится классика но я ему это прощаю потому что это очень радостный очень позитивный аромат он такой сочный вкусный искрящийся и при этом дорогой некоторые вот когда впервые открывают крышечку и вдыхают его говорят что пахнет какой-то химозой но удивительным образом когда наносишь его на кожу он очень красиво так с шиком раскрывается но это чем-то вот напоминает мне какой-то аромат секса какого-то отеля бурного романа очень страстного когда вот хочется срывать себя одежду факт он очень нравится мужчинам это аромату не секс но все-таки я считаю что он больше для женской аудитории в нем абсолютно нет никакой мужественной нотки и да мой муж балдеет когда им пользуюсь он говорит что это такое это просто как афродизиак какой-то поэтому флакончик флакончиком но то что внутри это просто бомба аромат которым мы расстаемся lancome idol не потому что это некрасивый аромат не потому что он мне не нравится это тот аромат который самый нейтральный моей коллекции то есть окей что воспользовалась что нет айдол как мне кажется больше относится не к чему-то культовому а как чему-то а чего фанатеют чему поклоняются и даже сама упаковка говорит о том что это для молодой аудитории удобно можно взять с собой типа как телефон современный но этот флакончик я не могу не поставить и как-то не знаю вот он просто сладкий просто немножечко безлики я знаю что lancome могут лучше могут ярче могут больше впечатлить у меня есть мои любимые ароматы от lancome это трезор это midnight rose один из моих самых любимых даже если говорить о лавиа бель при том что я напользовалась им до конца жизни больше не хочу вот утомил он меня за долгие годы но это вот для тех наверно кто не особо чего-то требует от ароматов вот так то есть если получить его в подарок и другого ничего нет то окей вот нет в нем ничего что заставляло бы мою руку к нему изо дня в день тянуться к сожалению этот экземпляр скорее всего многих удивит потому что он как мне кажется и не совсем не подходит когда-то был очень сильный бум на манталь также я знакома с девчонками которые постоянно им пользовались это и лена да и женя гейн и как-то он настолько был на слуху что и мне захотелось думаю что же это за чудо такое восточное мне тоже надо и когда я была в украине заказала себе флакончик храню его вот так потому что он заполняет все пространство и не дает от себя отдохнуть он всегда кричит я здесь я присутствую не забываю во мне пользуюсь со мной и он глушит все ароматы и хорошие и плохие и это тот аромат который нужно наносить лично мне только по настроению иначе я просто сама с собой не могу выдержать когда я была в украине заказала себе на мейкапе 50 миллилитров и я уверена что баночка практически полная большинство своих ароматов я заказываю онлайн в украине это конечно же мейкапе и в польше мейкапе л мейкап store отправляет в россию а в варшаве у них сейчас еще и есть стационарный магазин они вообще сейчас разрослись в империю и у них много магазинов по европе онлайн магазинов парфюмерии декоративной косметики также уход и профессиональные какие-то средства помимо полноразмерных баночек у них там есть еще и тестеры если вас интересует какой-то аромат и вы боитесь прогатать то для начала советую вам заказать несколько пробников поносить посмотреть ваше не ваше чтобы потом целая банка не стояла без дела все ссылки я обязательно оставлю в инфобоксе ну а мы продолжаем с ароматом манталь у меня это версия интенс кафе и вот сейчас я так поднесла его к носу думаю нет ну прикольный же не дай бог прикоснуться к носу он останется с вами до конца дня это самый убийственно стойкий аромат если вы нанесете его на себя и отправитесь на вечеринку вы уйдете до конца вечера все будут помнить что вы там были этот аромат не похож на другие это и кофе и я не знаю если здесь роза ну по моим ощущениям что-то похожее присутствует он тоже вызывает много комплиментов и вот когда я наносила этот аромат на вечернее мероприятие мы там ходили с подружками танцевать или еще что-то потом приходишь и ты моешься и ты все равно его на себе чувствуешь и потом на следующий день не можешь смотреть на одежду от него очень сильно устаешь это аромат для тех кто любит супер стойко супер громко вот так чтоб уж наверняка не просто вы знаете самой напшикаться а еще и всем рассказать какой у тебя аромат но есть любители восточной парфюмерии если это ваша то обратите внимание этот аромат есть чаще всего использую каждый день по поводу и без повода он вызывает у меня улыбку позитив радостные эмоции он сладкий но в нем не просто сладость убивающая всех и тебя в том числе нет это именно такая земляничная сладость как будто берешь ложку у бабушки окунаешь ее в банку домашнего варенья и с таким удовольствием и жадностью лопаешь я знаю что в композиции земляника не заявлено но я также читала что многие ее там ощущают так что я не одна для тех кто любит все фруктовое сладкое присмотритесь при том что это туалетная вода он очень здорово держится и тоже мой муж его любит на мне дальше у нас дольче габбана императрица кто-то говорит что это не слишком богатый такой аромат для статусной императрицы которая вот вся в роскоши в золоте в нарядах из дорогих тканей а мне кажется что императрица она как раз вот опять же с этой холодинкой немного сладости вот что-то чтобы добавить свой образ а не еще больше приодеться в эту роскошь мне нравится это ни на что не похоже он такой даже в летнее время года я от него кайфовала он не очень стойкий на мне я знаю что многие его обожают и чаще всего его критикуют именно за название не понимаю почему для меня это очень подходящее название и такой лаконичный флакончик наверное его больше любили бы если бы это было дорого-богато там лухари банка и что все да подороже все самое стойкое но это аромат который не будет душить во всяком случае меня он не душит если все вот популярные ароматы слишком стойкие какие-то слишком тягучи липкие вам такого не хочется то попробуйте императрицу потому что название может немножечко обескуражить многих и будете ожидать вот этого тяжелого мускуса каких-то сложных таких нот здесь же все скромно можно сказать сдержанно этот флакончик всегда будет в моей коллекции я не знаю какой это уже по счету Armani Code это аромат аксессуар для самодостаточной женщины у меня в голове такой образ какой-то супер вумен она и преуспевает на работе она приходит в идеально сидящем костюме на каблуках с идеальной укладкой с идеальным красивым таким скромным макияжем но при этом дома она нежная такая уютная любящая мама и жена то есть этот аромат он сладкий немножечко пудровый здесь явно белые цветы но нет вот тяжести нет в нем вот чего-то такого мега восточного то есть это что-то умеренное и он мега стойкий когда морозы когда прохладно или на вечер это моя любовь и если кто-то когда-то захочет мне подарить аромат вы никогда с ним не прогадайте я конечно же шучу я в основном сама себе все покупаю я заказывала его просто вот где-то там по отзывам то есть я его не слушала в жизни и я не прогадала он уже столько лет со мной и я думаю что навсегда эрмес туалетная вода и одеколон этот зеленый наверное уже никому не нужно представлять я очень часто его показываю особенно в весенне-летних каких-то видео в своих подборках с мастхевами это по-настоящему аромат мастхев если у меня забрать все и сказать оставить только два один на холодное время а второй на теплое этот будет на весну и лето и армане кот на осень и зиму получается аромат свежескошенной травы зеленого лука где-то там проскальзывают цветочки и как будто ты мысленно как-то переносишься в деревню распахиваешь окно вот это свежесть зеленого сада ты идешь босиком по траве срываешь зеленое сочное спелое яблоко ты кусаешь его и по подбородку у тебя стекает сок капает на ноги которые стоят на вот этой траве еще в росе это для меня тоже очень позитивный аромат и боже как это вкусно я не знаю всем ли нравятся такие композиции но я от него фанатею по-настоящему фанатею и это мой огромный-огромный фаворит что же касается одеколона то это одеколон с ароматом ревня и да есть в нем что-то такое что прослушивается в разных ароматах именно с ревнем то он вроде как и сладкий и этой кислинки не так много но когда ты начинаешь его носить для этого нужно настроение то есть были года когда им активно пользовалась я думаю что это заметно но в последнее лето я ни разу не захотела нанести его на себя то ли прошла любовь завяли помидоры то ли как-то не знаю я нашла более подходящие для себя ароматы но я как-то немножечко им переболела вот сейчас как бы обновила память и думаю да это красивый аромат это приятно но если выбирать то мне гораздо больше нравится вот этот теперь ирис у меня целых два аромата кстати так и называются просто ирис один от прад и второй от ланком для меня это пудровые очень сливочные такие кремовые ароматы как будто ты выходишь после теплого душа наносишь там все масочки все кремушки и дальше облачаешься белый махровый халат и тебе так комфортно тебе так уютно тебе не нужно подчеркивать свой статус тебе не нужно представлять из себя что-то тебе не нужно как-то дополнять свой образ аксессуарами ты вот просто ощущаешь себя в своей зоне комфорта и когда я послушала аромат прада мне захотелось чтобы он у меня был и я не так часто сейчас им пользуюсь но я никому его не отдам потому что для меня это как аромат мамы вот не знаю почему-то до сих пор эти ассоциации не проходят теплый связанный с малышами вот что-то такое очень-очень приятное для носа и вообще для ощущения на себе а аромат от бренда ланком тоже под названием ирис мне подарили в поездке и вообще это такая линейка ланком более премиальных ароматов у них все похожи вот эти флакончики они были созданы знатоками своего дела по моему они даже считаются ниши у них там есть и пион и у меня что-то было марципан вот марципан он прям сладкий такой как конфета марципан да для меня просто сладкая с ореховой ноткой а ирис тоже нежный сладко-пудровый и он все-таки более сладкий чем например вот этот ирис от прады то есть это уже что-то более вечернее если прадой я могу грубо говоря надушиться даже перед сном и мне будет окей я иногда даже ставлю его просто в нашей спальне он очень расслабляет он очень какой-то такой обволакивающий то это еще и согревающий аромат за счет вот своей теплоты и конечно по стойкости это будет более длительная история чем многие другие из моей коллекции в том числе этот ирис они абсолютно разные просто я где-то для себя поняла вот изучая разные ароматы да из чего они состоят я поняла что ирис это тоже моя тема и зачастую там где присутствует ирис я знаю что мне это подойдет то есть это умеренная сладость это как теплый такой шарфик согревающий но не раздражающий вот есть шерсть такая колючая знаете как замотаешься ого-го чтобы грела а есть вот такое поприятнее как кашемир так вот ирис для меня это такой кашемир для тела очень классный аромат от ив сен лоран под названием black опиум я вам даже не скажу что это за версия у меня честно говоря они немножечко утомили вот этим разнообразием вижу только что у меня это парфюмированная вода все они приблизительно там друг на друга похожи в портфолио каждого бренда есть такая дойная корова это популярный аромат и вот чем более он популярен тем больше у него разнообразных версий хотят выжать все из этой популярности и каждый год выпускается какая-то новая версия облегченная с такой ноткой парфюмированная вода туалетная и если вы хотите что-то более такое эксклюзивное то выбирайте те ароматы у которых меньше версий хотя вот знаете сколько бы у меня не было у меня это уже тоже не первые флакончики маме я такой дарила и кому-то еще и всем они заходят то есть это популярный аромат который понравится большинству причем это не просто сладость какая-то да это как черный кофе с конфеткой здесь точно есть отдушка кофе но вот она приправлена сладостью это как выпить кофеечек и закусить вкусные конфеты причем этот аромат не просто вы знаете сладкий такой что вот мухи прилипают на него нет он с такой искринкой с какой-то дерзкой ноткой как и в принципе бренды в сен лоран он более молодежные он не то чтобы прям супер статусные да он не очень взрослый подойдет как и женщинам так и более молодой аудитории и вот тоже очень часто выбирают на подарок если вы хотите что-то такое что вот не прогадать но хочется с перчинкой то присмотритесь я затрудняюсь сказать какой у меня но все они просто с разными немножечко оттенками но во главе всегда кофе и вот эта сладость он не мега стойкий то есть максимум там с утра часов до двух наверное я ощущаю его на себя дальше хочется обновить именно поэтому этот аромат часто у меня где-то например в машине лежит когда хочется дай-ка обшипну с тем что будут классно на мне звучать я беру его так что black opium это тоже любовь не хочется мне его отдавать хотя сейчас есть те ароматы которым вот прям каждый день хочется тянуться но все равно это тоже такая уже более современная молодежная классика можно сказать у уронила флакончик брала его в руки и думаю а с тобой мой дружок попрощаемся вот он мне отомстил вылетел из рук это олимпия олимпия от кого покоробан у меня эта версия интенс то есть более вечерняя более насыщенная это парфюмированная вода и также однозначно на холодное время года многие любят этот аромат я сама активно им попользовалась в прошлом году интересный флакончик который переносит нас во времена греческих богов здесь как будто такие лавровые листья которые как раз украшали головы тех самых греческих богов и аромат очень богатый очень яркий здесь и амбра здесь и янтарь и белый перец и ваниль однозначно ваниль во главе всего и вот это аромат богатства он очень вязкий очень такой густой по своей насыщенности ближе наверное даже к восточным не побоюсь этого сказать то есть даже кот по сладости это цветочки по сравнению с олимпией если вам нравится сладость да побольше побольше сахара в ваниле вот чего-то такого опять же согревающего когда хочется чтобы шлейфило когда хочется чтобы тоже окружение чувствовало ваш аромат то выберите его если конечно же вы ориентируетесь где-то на мои вкусы нравился он мне в прошлом году сейчас не знаю почему наверное я подустала от него когда часто что-то используешь и особенно когда это настолько яркий аромат то периодически вот хватит понимаешь что с тебя этого хватит хотя очень красивый и опять же для всех любителей той самой сладости давайте пройдемся по категории легких ароматов потому что я понимаю что далеко не всем по вкусу придутся вот такие супер тяжелые очень сладкие слегка восточно какие-то древесные да было у меня два аромата которые чем-то схожи между собой не обижая никого но действительно это так очень нежные очень воздушные очень цветочно фруктовые но не белые которые прям могут душить и вот здесь стоять пиона вот что-то такое прям нежность нежность это как я вам рассказывала в пустых баночках девушка в легком платье где-то там на летнем лугу и вот у нее в корзинке там спелые персики что-то вот такое да это dior blooming bouquet и azaro mademoiselle очень очень классные и один и второй у меня подошли к концу причем dior я покупала несколько раз аромат самый зеленый самый такой вот он прям бодрящий очень легкий очень травянистый очень освежающий вообще вся линейка aqua allegoria она крутая но эти ароматы не стойкие то есть это аромат вот просыпаешься тебе нужно зарядиться какой-то энергией что-то вы знаете нам шикнуть на себя что у тебя просто появилась улыбка на лице чтобы от тебя приятно пахло для себя не для кого-то не для окружения а только для себя у них там есть еще и коконат что-то тоже ну короче говоря если вы возьмете один из них и вот из того что вам приблизительно нравится хотите мандаринку берите мандаринку вы не прогадаете у меня их было несколько это херба фреско а также мандарин с базиликом я отдала маме она говорит что летом отлично еще каждый раз подхожу к полке с ароматами aqua allegoria и один беру классные 2 беру классные вот нет такого ничего в них отталкивающего так что если вы любите полайтовые варианты то aqua allegoria вам в помощь представитель ниши байредо палп у меня рука не поднимается отдать его он мне когда-то так нравился и он очень очень стойкий при том что это все-таки фруктово-сладкий аромат есть больше фруктов нежели цветов он все равно так долго держится и на одежде и на коже что это нечто и у них есть такие классные композиции мне нравится библиотека вот нечто такое что описать словами невозможно вот ты заходишь и в библиотеке пахнет именно так или там еще что-то такое да то есть многие писали мне что у них в фаворитах именно марка байредо у меня наверно самая синтетическая из них самая такая не хочется говорить прям синтетическое искусственное но что-то в этом есть то есть если раньше я в нем не ощущала химии ну как бы да здесь есть фрукты вот прям сочные такие затолканные соком сюда прям с мякотью вот он такой наполненный но сейчас мне хочется чего-то другого наверно помягче что ли потому что здесь и сладость и вот эта кислинка аж прям ощущается она во рту и то ли я просто как-то переболела им не хочу говорить ему пока но пока что он стоит без дела вот уже наверное целый год я им не пользовалась но если вы хотите что-то прям такую фруктовую бомбу то наверное вот это она от бренда айзенберг я оставила себе всего один аромат у меня было несколько и все забрала мама причем с удовольствием она большая поклонница этой марки я оставила себе только back to paris я бы еще хотела их аромат которого у меня никогда не было только тестеры жос классический а вот этот он такой самый нежный самый невинный наверно даже можно сказать из всех back to paris он очень классный то есть здесь не ощущаются фрукты абсолютно но он настолько нежно сладкий вот знаете бывает полусладкое шампанское а бывает брюд и брюд он слишком холодный для меня а вот полусладкое шампанское такое с пузырьками она веселит она заряжает хорошей такой позитивной энергией и какая-то такая легкая беззаботность в нем есть и кокетливость к сожалению все ароматы айзенберг на мне держатся не слишком долго но это тот аромат который хочется обновлять потому что наносишь и сразу так о как классно сразу как будто глотнулась щель шампанского и сразу все заиграла другими красками и вот он очень очень классный и и нет в нем никакой дерзости чего-то такого отталкивающего он очень близок к телу он очень хорошо подходит как на день так и на вечер редко бывают такие ароматы которые на холодное время года и чтобы днем тебе было хорошо с ними это тот вариант и это тоже большой мой любимец и я рада что у меня вот такая большая баночка он тоже ассоциируется у меня с таким интересным периодом в жизни и когда вдыхаю этот аромат то тоже мысленно переношусь в него очень классный и у меня с ним связаны тоже какие-то воспоминания которые для меня стали жизненным опытом Armani C вообще в принципе Armani создают такую парфюмерию которая большинству нравится это один из тоже любимцев женской аудитории у них есть масса разнообразных вариантов у меня насколько я помню это классика жанра мне его подарили и это тоже тот аромат который можно взять на подарок если вы знаете что тот кому собираетесь его подарить или возможно купить себе да если вам нравится роза и ваниль здесь и листья черной смородины и какие-то фруктовые нотки но для меня это ваниль и роза причем не старомодная роза а более современная и для меня это больше аромат на праздник на какое-то торжество на каждый день мне с ним не совсем уютно то есть мне хочется чего-то такого не очень статусного что ли этот аромат довольно взрослый вот сейчас например у них вышел my way не могу настолько сладко что это первый аромат который мне вообще не подошел аромат не си исключительно по настроению потому что наверное есть мои коллекции те которые мне ближе по духу а вот этот но наверное для леди ну и скажу что по стойкости он тоже отменный не то чтобы мой промах но пока что я как-то не распробовала это линтердит парфюмированная вода у них опять же там есть несколько версий есть и интенсивная но вообще это ориентально цветочный аромат и будьте готовы к сладости я поняла что тубероза в принципе для меня довольно сложная все что с туберозой мне как-то нужно раскусить и вообще понять мое не мое здесь помимо туберозы есть еще и ваниль и жасмин то есть довольно то есть довольно таки насыщенные да помимо этого здесь еще и карамель то есть это мега сладко если вы живете в климате где мороз то наверное да но если у вас тепло то вы просто от него задохнетесь я уверена что моей тете или моей маме они подойдут и понравится больше чем мне а я вот знаете буду пользоваться им настолько редко что я растяну это удовольствие на года не хочется чтобы стоял аромат и пропадал так что скорее всего я его передам передарю кому-то потому что вот облегченная версия мне больше зашла и последний аромат тоже один из новых я не знаю в каком расположении духа я с ним познакомилась вот я выбирала его в стационарном магазине и мне показалось что вот такая пудра сладость какая-то сливочность это то что мне надо то есть это и не ирис это нечто другое он такой не знаю у меня сейчас он ассоциируется только со свежителем воздуха хотя сначала вот мне казалось что какой он классный какой он женственный да это же просто вообще не женщина божество с ним очень красивый флакончик это prada la femme и ой нет я не могу каждый раз я его наношу думаю почему от меня пахнет освежителем воздуха то ли он на мне вот не дает этой сладости он вот такой какой-то холодно свежее непонятный короче нет в нем дороговизны нет вот этой какой-то женской энергетики не знаю что не так на каждом конечно же ароматы звучат по-разному я уже так надыхалась всего еще вот я просто себя давила но la femme с la femme у нас la mura вообще как-то не произошла очень-очень жаль потому что но это не дешевый аромат и в принципе как-то я так им загорелась и так его хотела и это однозначно то что я выбрала для себя и нет бывают у меня такие промахи так что все то что я сказала на выход сегодня на выход на этом у меня все если вам нравятся такие любительские описания ароматов как будто ты сидишь с подругой вы обсуждаете нравится не нравится как тебе этот не забывайте поставить пальчик вверх я действительно очень старалась и так же скажу это всегда вызывает массу вопросов поставки под ароматы я свои покупала в разных местах но они есть в h&m home в zari home я приобретала некоторые в tk maxi если сильно заморочиться то можно найти на алиэкспресс единственное что они никогда не бывают прямо супер бюджетными но если вам точно надо то я постараюсь найти для вас все ссылки в инфобоксе заходите на мейкап за ароматами для себя или на подарок у них там есть все и даже чуточку больше ну а теперь пока пока до новых встреч уже совсем скоро а